Всем привет! Контент для дурнего делать второй раз. То есть они уже наквецались, не дожидаясь позднего вечера. Мне приятно делиться с вами приятными моментами. Вот, девочки, учитесь, а то вы сосете всю жизнь бесплатно. А что это? Прокладки? Нет. Нет? Ну ладно. Прошлый выпуск. Собрал достаточное количество закусенцев вверх. Я в футболке. Что? А на столе прокладки? Это не прокладки. А что это? Сюрприз. Ребят, у меня не остается выбора, кроме как сказать. Это новый выпуск Дурнев смотрит сториз. Даша Друже 231 тысяча подписчиков. Мне нравится, что Даша поменяла аватарку. Смотрите, какая она захватывающая. Теперь мамосита Маргарита. Ну что сказать, ребят? Солнце светит, не агрепашутся. Как она так красится специально? Сегодня 20 хз, какое число? У меня начались месячные. Ребята в Америке изобретали инстаграм, и они такие, как ты думаешь, Джон? Как будут использовать наше изобретение? Ну не знаю, возможно это будет летопись всего человечества. Они будут брать свои фотоаппараты, делать моментальные снимки, выкладывать или делать короткие видео, чтобы рассказать о своей жизни чуть больше своим друзьям. Такая была идея изначально. Но теперь мы узнаем, что у Даши Друже течет не только из-под мышек, если вы понимаете о чем я. Девочки и мальчики, записывайте в календарик, я буду, вы будете следить за ней. Да зачем это мне нужно вообще? Ну ну б***ь, мало ли. Вы будете следить за ней, потому что б***ь, вот за кем, за кем, а за ними я не могу следить. А что ты пишешь? Ничего. Двадцать какое февраля? Сегодня двадцать хз, какое число? Бестолк. Ну чего же ты так боишься, мой язык? Да не только ход боится, все боятся. Там брови уматываются. Почему она это нарисовала? Причем я вот сейчас остановил, вот так если типа, так до середины ее закрыть, то губки вот она влажненькие сделала, так ничего еще. Девушка. Ну чего же ты так боишься? Ну чего же ты такой, б***ь? Потому что кот не любит мокнуть. Сейчас раздерет меня как суку, как тузик, б***ь, раздерет меня еще раз, ой как больно. Просто представьте себе, что вы маленький, симпатичный, пушистый котик. Вы себе ходите, вы так ходите, едите что-то. И тут приходит Даша, огромная, прижимает вас к себе так, что вы не можете дышать и начинает пи-пи-пи-пи-пи-пи. Сидит, сидит как п***ь, да? П***ь как будто не еб**ть. Ой, че мой, ну че мой, Зойку. Ой, как тебя жалко, ой, как жалко тебя, б***ь. Ой, не завидую. Фух, надеюсь, с ним все в порядке. Ребят, Леся Никитюк, 2,6 миллионов подписчиков, ТВ-хост, Эктрес, она Эктрес? Ну, конечно. Тревелер, лайфстайл, блогер, инфлюенсер и еще и модел. Я не знаю, ну зачем она это перечисляет? Ну, вот реально, кому, знаешь, это кто-то такие, так, Леся Никитин, кто это? Ммм, Тревелер, подпишусь. Добрый день. Бьюти-блогер. Во-первых, классно, что Леся, одна из самых модных молодежных ведущих, по-прежнему носит золото. Посмотрите, у нее две золотых цепочки на шее. Ребят, пожалуйста, 2019 год, я вам объясню. Золото вообще раньше носили люди, когда, как бы, они вели кочевой образ жизни. И они перемещались из места в место, потому что, ну, климат менялся, им надо было, или там река высыхала, или там сезон дождей начинался. Они не могли жить в одном месте. И они палатку свою собирали, так, куда-то на лошадь или на буйвола какого-то там, на повозочку складывали. И переезжали. И ценные превращали в золото. Надевали на себя там или складывали куда-то в сундук, вот вы если помните. Сейчас какой смысл в золоте? Что вообще это происходит? Золото и бриллианты. Фух, высказался. Ну, а теперь Леся и так не самая симпатичная девочка. Давайте посмотрим правде в глаза. Но, блин, когда она косплеит Фантомаса, для тех, кто родился позже, 86-го года, и не знает, как выглядит Фантомас, вот он. Вчера, значит, стрела Купидона попала мне в лицо. Знаешь, если говорить о каких-то фантастических персонажах, то, возможно, это была не стрела и не Купидона, а, так скажем, эякулят Шрека. А Купидону стрелу дал, походу, Шрек. Видишь? Блин, как она смеется. Я боюсь, что она цапнет. Ребят, вы часто спрашиваете, каким образом я слежу за безопасностью в своем доме. С удовольствием отвечаю. Я установил себе систему безопасности Аякс. Что это такое? Представьте, что за полчаса вы можете взять под контроль все свое жилище, следить за открыванием дверей и окон, датчиками движения, протечки и задымления. И все это через удобное приложение в вашем смартфоне. Подключение всех этих датчиков происходит в считанные секунды и не требует проводов и специальных креплений. Что? Также важным отличием является то, что Аякс подключается к охранному пульту. Ну и что скрывать? Если честно, ребят, если бы не Аякс, этот выпуск еще очень долго бы не выходил. И вот почему. Аякс 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 Субтитры сделал DimaTorzok Дим, ты что дрочишь в присядку? С чего ты взял? Ну потому что ты сидишь на полу, у тебя приспущены штаны, ты смотришь порно с Лолой Тейлор? Иди. Дим, но мы же обещали нашим зрителям, что ты не будешь этого делать. Леш, ну я когда-нибудь давал Джамалы. Ну Дим. Ребят, по ссылке под этим видео вы можете купить систему Аякс со специальной скидкой от меня. Ребят, Ирина Слюнько, 129 тысяч подписчиков, победительница шоу Пацанки Новое Життя. Финалистка шоу, вид пацанки до понянки. Не получилось там победить, да? Это пи***ц, я не верю, что она победительница, честное слово. Нет, тут смотри какой нюанс. Пацанки Новое Життя человек взял. А от пацанки до понянки весь, вот знаешь, если его... Там чуть-чуть не хватило чайной церемонии. Да-да-да, вот эта вся дистанция, она нормально, идем-идем-идем-идем. И тут уже оп, до понянки шажочек. Не ту вилку. Да. Оп, на зону уже нет. Ребят, есть какая-то охуенная бабка, чтобы папу отворожить этой пи***ц, тетя Гала, которая с ним живет, твари, которая живет в пи***ц, она ебаная, с ради квартиры, и спаивает его пацаны водки. Подождите, ну окей, тетя Гала живет с папой, но кто спаивает тебя? Может, давай оставим папину жизнь в покое? Не, взрослый человек как-то сам разберется. Ребят, для тех, кто первый раз видит Ирину, это человек, который, я удивлен, почему она без бутылки сейчас. Скоро, скоро. Да? Бутылка не умрет, а ты, с***, своими носками торгуй, по жизни. Я не знаю, это нам. Дело в том, что мы тоже тут так получилось, стали торговать носками, мы не планировали это, так вышло. Ладно, про наши носки позже. И твоя дочь будет, с***, шлюха. Одна наркоманша, понятно? Знаешь, когда самообразованный, культурный и воспитанный человек осуждает других? Наркоманша будет, блядь. Воспитала, с***, от двоих. Одна, блядь, наркоманша, блядь, бывшая. Ну тебя так, я фантастически воспитал. А вторая, с***, 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 наркотиками, и проституткой, блядь, работает. Ого, столько обвинений. Одна наркоманша, бывшая. Одна наркотиками работает. Да, и проституткой, ну, в две смены. Ну, утром кому проститутки нужны? В основном, наркотики. И на*** ты мою папу, с***, спариваешь, блядь. Я не понимаю. Ирина, ты уверена, что она среди твоих подписчиков? Тётя Гала. Ты, с***, чепуха, ху**а, что я не могу в инстаграме, ебут. Да, она обращается к нам. Да, то есть... Вообще в инстаграме. Потому что тётя Гала уже нормально лет, ей нужно торговать носками. Тебя, блядь, на виду этих ху**, которые тебе сидели, блядь, как они называются, блядь. Я тебе, милицию там, блядь, я тебе такую, с***, жизнь сострою, что твои носки, блядь, полетят на*** быстро с рынка, блядь. Нам это выгодно. Да. Если её у нас не с улицами полетят. Да. Наши сразу, ту-зэ-мун. Людям нечего будет носить. А мы дело в том, что руками Ирины освобождаем вишевый рынок столицы. Присоциация. Да. Просто привражу. Тебе пизда. Я, с***, чё, тягала вашему рынку, твоим носкам. Просто, т***, просто, т***. Подожди, подожди. Ты просто вот что должна сделать. Купи недорогой смартфон, установи туда инстаграм, приди и скажи, тётя Гала, вот вам. И после этого обращайся к ней. Я убью на***, уничтожу, с***, так, с***, чтоб ты белого света с***. Не, ну, серьезно, какие-то, да, проблемы у неё на рынке? Мышлосками. Вылетит на***, на*** вылетит с рынка. Я очень рад, очень, я очень рад, очень рад, что я не тётя Гала. Честно вам скажу. Ребят, наша победительница, наш представитель на международном песенном конкурсе Евровидения, Маруф сегодня с нами. Если ничего не отменили. Ну да, кстати. Мы снимаем в тот день, когда ещё всё решается, поэтому, ребят, не знаю. 158 тысяч подписчиков, Маруф офишал. Сегодня этот вечер для вас волшебный, потому что цифра 3 на номер 7-7-6-6, а если нет, буду шлёпать, буду наказывать. А почему азиатка на коленях там стоит? А почему цифра через «ы»? Не знаю. Моя цифра 3. Ни палец, кто не может всё успокоиться. А цифра продолжается. Цифра. Всё никак не может реально наслаждаться искусством, вечно нужно лезть в какой-то пи***дорез. Что она сказала вообще? Она уже тогда понимала, что начинается выйти пи***дорез. Всем привет! Я не понимаю, кстати, где цифра 3. А, это она уже победила. Да, да, да. Вау. Спасибо вам большое. Я в шоке. Не знаю даже, как это описать, я просто в шоке. Короче, еду праздновать в Карибас, в Карибен. Буду. Блин, такая грудь неплохая. Ребят, Света Ракета, 156 тысяч подписчиков. Касовская Света, Одесса, Киев, Москва. Они у нас были один раз, помнишь? Да, Светочка? А я? Водичку прям. Контент для дурнего делать второй раз. Ах, вот оно что! То есть они решили списывать свой долб***изм и свои неоправданные, порой, а порой тошнотворные действия на то, что они делают контент для дурнего? Ребят, не верьте этим инсинуациям. Мы начали снимать дурнев смотрит сториз именно из-за того, что там увидели вагон фриковства и тележку трэша, которым захотели поделиться с вами. Ставь закусениц вверх, если рад нашему решению. У нас у Славика какой-то припадок, понимаете? Он всегда свинину все отбивает, обжаривает со всех сторон, чтобы не заразиться. Внимание, свиным солитером, господи! Правильно! Ты видел свиных солитеров? Свиной солитер это очень мощная штука. Потому что когда у тебя червь из жопы вылез... Ну это те же ребята, которые игрались в ванной. То есть когда залазит в жопу что-то, это нормально. Ну да. Сейчас тебе подписчицы напишут, каково это, когда из задницы совсем не инстачерф влезет. Инстачерф. Я говорю, где-то я вообще такое слышал, что у кого-то был свиной солитер, говорит, а кто это тебе расскажет? Вот тебе сейчас напишут подписчики, что да, с ними такое случалось. Ребят, пишите в комментариях. Я тоже не знаю. Пишите в комментариях, у кого вылазил. Дим, помнишь, что ты рассказывал, у тебя был свиной солитер? А что ты молчишь? Вы понимали, свиной солитер, если его порезать пополам... Нет, ну это вообще как бы супер вообще. Это что, готовим вместе со светлой ракетой рубрика? Смак. Да, программа Смак. И, ребят, как следует обжарим, чтобы не было свиного солитера. Для тех, кто не знает, что такое свиной солитер, представьте, червь вылазит у вас из жопы. Вы понимали, свиной солитер, если его порезать пополам, то его две половинки, они будут жить своей жизнью. По 6 метров каждая, бля, там ухо. Мне кажется, что этот чувак, это и есть одна половинка свиного солитера, которая просто уползла в канализацию и выросла. Ребят, Макс Барских, 932 тысячи подписчиков, альбом 7 уже доступен. Хм, я и 6 не слушал. Сижу тут, думаю над новой песней. День святого Валентина, а я один сижу, глушу ты килу. А какой голос приятный, да? Да, да, да. Ох, Макс, вообще соловей. Вот так, знаешь, аж... Ели на уши. Да, дети. Еб***ься. Вау, видел конфеты, а там еб***ься. Макс, ну серьезно. Конфетки. Отпустите Макса погулять. Ребят. Ребят, под этим выпуском мы собираем 50 тысяч закусенцев вверх. Самое время нажать на паузу и поставить нам закусенчик. На. Ребят, новичок Мельников Бич. 91 и 4000 подписчиков. Парень или телка, подпишись. Принимаю очень быстро. Я стар певичка, модель натурал. Сама эпатажность. Ты обещал мне такое не ставить больше. Это замена Андрею Петрову. Дим, такое чувство, что у нас в передаче кое-кто лоббирует таких ребят. Ты не знаешь, что это мог бы быть. Алена, может? Алена, да? Ребят, Алена это наш редактор. И она тут ни при чем. Ты прикольный? Да, прикольный. Мне больше всего смешает во всех этих видео, знаешь, когда он поворачивает. Ну, даже не когда спиной, а просто вот он так выглядит. И груди, когда не видно, мое внутренний какой-то радар, он такой, типа, прикольно, знаешь. И это немного странно. До встречи на танцполе. Там алкоголь. Ха-ха-ха-ха. Хочешь кусать меня? Держь мою от боли. До встречи на танцполе. Фух, ребят. А у нас рубрика «Мама в инстаграме». Мама номер один. Когда мам приехала в гости, я ее напрягла. Мама, почему ты его губочки-то моешь, мам? Потому что он весь в дерьме, наверное, был. Ха-ха-ха. А чем? Ну, я этой губкой мою раковину. А зачем ты его губки-то грязные вынула, мам? Не учи, мать. Ха-ха-ха. Мама номер два. Третья клава Лиза. 101 тысяча подписчиков. Фитнес-мама 21 века. На секундочку. О красоте и уходе за собой. О питании, спорте и тренировках. О материнстве без жертв. Да у тебя мама такой ужас на голове. Мы идем гулять? Ти-ни-ни-ни-ни-ни-ни-ни-ни-ни-ни-ни-ни-ни-ни-ни-ни-ни-ни. Ха-ха-ха-ха. Мышка. Пошли гулять. Да, сейчас он пойдет гулять. Мама номер три. Красавина. Или красавина. 75 и 4000 подписчиков. Живу как хочу, у меня свой график. Мама Вероны. Это мама Вероны. Всем денег и любви. Нет, подожди, это не мама Вероны. Это Владос Мирост. А, Владос Мирост. Оргазм, конечно, не получила, а сымитировала девочки. Ну, потому что женская доля очень тяжела в 21 веке. У них что, вечеринка с мамой Вероны? Что? Кстати, футболки что? Появились в дурнюю шоп. На самом деле, это самые лучшие футболки из тех, которые у нас есть. Потому что в любой момент, в любой непонятной ситуации, в школе, в университете, на совещании, на свидании, вы можете просто сказать. Что? Мама Верона выложила лобок. Во-первых, я отказываюсь верить, что из этой довольно средних размеров попы вылезла Верона. Но дети маленькие вылазят. А, и не из попы. Что же сама мама Верона скажет на это? Это пресс-конференция, пресс-конференция. Мам, это было сейчас в суте. Вас поставили? О, конечно. Тогда покажите еще раз, можете? О, в ресторане. Ребят, просто представьте, что на ее месте ваша мама. Хотя нет, лучше не делать это. Они в ресторане. Мама Верона и ее большой красивый лобок к доске. Куча голых мужиков. И главное, Вероны не видно. Ее там и нет. Это просто мама Вероны развлекается? Да. Так, как красиво женщина съест. Ребят, огромное спасибо, что присылаете сторис нашему редактору Диме Шибаеву. Он не спит ночами, не дрочит в присядку. Хотя был нюансик. Спасибо все-таки системе Аякс. И дело делает эту программу. Получается, что мы ее делаем все вместе. Спасибо вам. Ребят, что-то интересненькое назревает. Мила Кузнецова 10. Это есть Мила Кузнецова 1, 2, 3. Она такая, 9 заняты, 10. Беру 372 тысячи подписчиков. Мисс Юкрейн плюс Сайз Юниверс 2019. Модель XL 400К. Что это значит? Килограмм. Да ну. Всем добрый вечер. Я уже лично в тюрьмой сходить в спортзал. Ребят, если честно, складывается ощущение когнитивного диссонанса, когда с одной стороны у нее огромные сиськи, не буду скрывать, это сразу плюсик девчонке. Но с другой, ребят, я не уверен, что смогу ее прокормить. Ну ладно, она пошла в спортзал, так что давайте посмотрим, какие успехи. Хотя, то, что она пошла в спортзал, значит, что есть она будет еще больше. Да, да. Планирую это делать 2-3 раза в неделю. Пока мне все нравится. Пока все нравится, и что это? Мне тоже. Судя по всему, начать решила с базовых упражнений, которые подсмотрела у всяких инстаблогерш. Так, так уж. Я просто представляю этих людей в спортзале, знаешь, которые просто пришли поподнимать тяжести. Пожалуйста, мила Кузнецова, имейте совесть, надевайте декольте поменьше. В чем дело вообще? Она же почти голая, у него вон соски торчат. Хотя, конечно, на таких сиськах у нее, наверное, сосок, как у меня лицо по площади. Скажите, вот бы пойти в спортзал и не снимать там все на телефон, а просто позаниматься немножко. Мила Кузнецова от всего коллектива Дурнив смотрит сторис, желая не вешать нос и продолжать радовать нас новостями о своих походах в спортзал. Ребят, мой любимчик Анатолий Ана... Ты тоже думаешь, что он зашифровал слово анал в своем нике? Дело в том, что думаем так не только мы с тобой вдвоем. А, да. Анатолий Анатольевич нас ждут на минималках. Человек, который... Почему мы его так называем? Это же неправда. Человек, который делает потрясающие, острые, интересные, прекрасные интервью. Захватывающие. И очень остроумные, веселые и неоднозначные, совершенно не скучные. Под них не хочется уснуть. 126 тысяч подписчиков. Ребят, извините, что вам придется такое почитать, но просто мне очень интересно ваше мнение. Вот посмотрите комментарий от человека, который на своей страничке выставляет фотографии своих детей, своих дочек. И вот что он пишет мне. Посмотрите. К интервью. Не принимай близко к сердцу. Ты х**овый интервьюер Анатолич. И это серьезно написал человек, у которого есть дети. И он выставляет фотографию дочери даже? Бл***ь, да нет, это какой-то бред. Ведь когда у человека рождается ребенок, он уже не может кому-то сказать, что он х**овый. Ребят, давайте сделаем небольшой флешмог. Пойдите в инстаграм к Анатолию Анатоличу и напишите ему, Анатолич, у тебя очень нескучное и классное интервью. И ты не х**овый интервьюер. Напишите ему, Анатолич, ты не х**овый интервьюер. Серьезно, давайте поддержим его, человек старается. То есть вы понимаете, да, человек, который пишет незнакомому человеку. Человек, который пишет незнакомому человеку. Я вообще в интернете в основном пишу только знакомому. Ну, знаешь, это даже иногда проблема. Я когда хочу кому-то написать, я прошу познакомить сначала с этим человеком, а потом уже прихожу домой и пишу, ты х**, х**, лопан, б***ь. И уже все. Ребят, сначала познакомьтесь с тем, кому вы пишете, потом спокойно можете все, что угодно. Интернетом так и построен. Пишет незнакомому человеку, ну, оскорбляя его всячески. Выставляет фотографию своей любимой дочурки с подписью «Моя Маша». Вы знаете, Владимир, я очень надеюсь, что ваша дочь или дочери вырастут не такими моральными уродами, как вы. Хотя это, конечно, несомненно, им будет сложно сделать, учитывая, что вы их папа. Блин, вот Анатолий все-таки добрый человек, видишь, вот тот прогнил насквозь, а дочери еще в них есть шанс. Может быть, если они будут смотреть за интервьюер, то они вырастут очень хорошими людьми. Правда, очень скучно. Знаешь, когда эта дочка вырастет за интервьюер и придет к папе и скажет, пап, ну как у тебя дела? И прежде чем папа откроет рот, она скажет, а вот у меня была история. Вот причем, смотри, какая. Кстати, пап, а эти штаны, ты где покупал? Потому что я эти покупал. Ну, да. Вот так, друзья, такая история. Блин, ну вообще расправился. Просто Анатолий джеда инстаграма. Ты думаешь, это все? Думаю, все. Ребят, я рассказал эту историю, потому что я там обиделся или еще что-то. Нет, конечно, не поэтому. Мы так это же и не подумали. Просто интересная история. Ну, нельзя было пройти мимо. Ха-ха-ха. Я надеюсь, Анатолич не сядет писать книгу об этом человек, который оскорблял всячески. И там краткая рецензия. У него было две дочери. Я пишу, потому что я увидел, что это написал отец. У него дочки. Он выставляет фотографии дочерей и пишет такое мне. Вау. Чувак, ты тоже отец? У тебя дочки? Ты ведешь автомобиль? И смотришь не на дорогу в этот момент? Даже не знаю, что хуже. Вот в чем беда и проблема. А, он стоит. Я бы мог, конечно... А все, а теперь едет. А теперь едет. Анатолич, блядь. Не делай этого за рулем. Я бы мог, конечно, пошутить, если вы так активно шутите на тему аналога. Внимание, ребят. Уберите от экрана еду. Это учебная тревога. Ведь впереди вас ждет шутка от Анатолича. Шутка от Анатолича. Что вряд ли тогда это ваша дочь, потому что, ну, так дети не получаются. Вау, блядь, вообще. Ты разобрал просто. Анатолич прожарил свистуна Владимира. Ты пошутил про анал? Откуда тогда у тебя дочери? Ты не знал? Ну, блядь, это настолько грустно. Юмор Анатолича, вот что на самом деле грустно, ребят. Ну, а всем моим подписчикам спасибо за то, что с нами. Спасибо за то, что за интервьюеры, там, с моей личной страницей. Мне приятно делиться с вами приятными моментами. Я буду продолжать это делать. Я хочу научиться говорить с вот такой бархатцой в голосе, знаешь, как я буду продолжать это делать. Я буду продолжать это делать. Всем мир. Ребят, мы, как самое главное инстаграм-шоу, не можем стоять в стороне таких больших проблем. И поэтому запускаем для вас рубрику «Как правильно реагировать на хейт в интернете». Поехали. Ты эти прокладки двигал? Ну, немножко. Ты сказал, это не прокладки. Марк Питерский. Ну, ты дурни в черт. Дима, ну что, нормально? Всегда относился к тебе хорошо, но после того, как ты во благо своего долбанного канала и хайпа, исковеркал названием моей страны, ты идешь нахуй черт конченый. Ребят, мы нашли аккаунт этого человека, и у него там маленький сыночек растет. Это, ну, серьезно. Я понимаю, ладно, я там черт, но, ну, серьезно, у тебя растет маленький ребенок, и ты себе такое позволяешь писать незнакомым людям в интернете. Ты его не знаешь? Мы незнакомы, нет. Я это думал просто вы знакомы. И я хочу сказать, что, ну, то, что ты, как бы, уже пропавший человек, да, ну, я честно тебе скажу, я честно признаюсь, я очень надеюсь, что твой сыночек, что твой сын вырастет нормальным человеком и не будет таким говноедом, как его отец. Хотя, ну, честно, при таком отце, скорее всего, ну, ничего хорошего тоже не получится. Ребят, вот... Ты идешь нахуй, черт конченый. Да сам иди нахуй. Ильясова Альбина, Ильясова... Ну, да. Даже ради шутки слишком убого и мерзко. Альбина, прости, что мы тебя расстроили. В следующий раз мы попытаемся еще сильнее. А почему они целуются с мужем на вечном огне? А, вот, кстати, да-да-да, она сказала, что это убого и мерзко, и это вот фотки с ее свадьбы. По-моему, это мерзко и убого. Знаешь, я хочу просто узнать, о чем она написала мерзко и убого. Человек, который целуется на братской могиле, мы что-то такое сделали, что ее даже смогло расстроить, понимаешь? Прикинь, может, она осла ебал, например, на следующей фотографии. А мы все равно, знаешь, что-то мерзкое и убогое более сделали. Коллок. Коллок, дурнив. Не ржи, когда он. Постоянно это пи***ц. Братан, пи***ц, это пунктуация. И орфография в своем комментарии. Потому что постоянно это пи***ц. Постоянно это пи***ц. Постоянно это пи***ц, дружище. Хаяла. Наджав сза... Наджав... Наджав сзаде. Хаяла Наджав сзаде. Пишет. А почему выигрывают тупые комментарии? Потому что их выбирает Дима, да? Ха-ха-ха-ха-ха. Дим. Извини, я тебе говорил. Парам-парапам-пам. Пишет Яролаш. Я так понял, что дурнив неровно дышит к Лоле Тейлор. И хочет, чтобы она потеребила маленького Лешу. Леш, а сколько стоит день съемок порно-актрисы? 100-1500 долларов? Думаю, можешь себе позволить. А то больно смотреть из выпуска к выпуску, как ты жить без нее не можешь. Кстати. Говно ты вонючая, а не блогер. Ха-ха-ха-ха. Концовочка мне понравилась. Ну, блин, не знаю. С одной стороны, мне приятно, что человек про меня думает, что у меня много денег. И я могу позволить себе платный секс. А это значит, что в принципе у меня может быть секс. Но говно вонючая, а не блогер. Ну, что ж, это тоже оценка. Ха-ха-ха-ха. Андрей Матвенко. Дурнив пи***нный балабол. Ребят, мы посмотрели на аккаунт Андрея. У него дома живет морская свинка. И честно сказать, ну ладно, но хорошо ты написал это мне. Дурнив пи***нный балабол. Но у тебя дома морская свинка. Ну, серьезно, ребят. Я когда такое вижу, что у человека есть морская свинка. Он за ней ухаживает. Как он может незнакомым людям такое в интернете писать? Ну, хорошо ты пропащий, пропащий человек. Но морская свинка твоя может вырасти еще нормальной свиньей. Хотя. Ха-ха-ха. Ладненько. И нахллюк. Хлынюк. Зря потратила время. Скучный, противный, не смешной выпуск. Фу. Это было неприятно, честно. Мы посмотрели на аккаунт Инны. И у нее нет детей. И поэтому она, конечно, имеет право писать всякую х**у в интернете. Ха-ха-ха. Шесть саксон шесть. Очень странный мужчина. С очень наигранной реакцией. И смех его абсолютно ненатурален. Дим, это про тебя. Это про тебя. Про мой смерть все пишут, что всем нравится. Вот смотри. Ха-ха-ха. Дмитрий Францев. Дурнев побрил руку вместо подмышки. Наверное, в школе плохо учил анатомию. Я его тут побрил. Ребят. Просто наша программа никогда не стоит в стороне от современных инстаграм-трендов. И вот и все. Я же растерялся. А Дима Францев, кстати, очень небритый на фотографии. Поэтому... Этот вопрос ему откроет. Да. Эвил Коля Три Шестерки. У него нету бровей. Ну, ребят, ну что такое? А для фильма хоть брови дорисовали? Карина Романадзе. Ну, что вы, ребят, ну, мать я тоже. Ну, серьезно. Ну, что вы прицепились? Ну, дорисовали или нет? Ну, дорисовали, да. В фильме вообще смешно было. Там в каждой сцене то есть брови, то есть брови, то нет. Посмотрите. Это самое смешное там. Ромзе Синьоа. Лех, здоров. Ты тут что-то на некрасивую девочку похож. Вот так. Остается надеяться, что этот Ромзе не трахает где-нибудь... Некрасивую девочку, знаешь? Ну, кто-то же должен трахать некрасивую. И вот он трахает некрасивую девочку, а про себя думает точно как дурнев. Ха, иди сюда, шутник еб**ый, блядь. Давай, блядь. Пожалуйста. Джон Константин, ну ты и пи**р. Высказался. Ну да. Ребят, это была рубрика, как правильно реагировать на хейт в интернете. А мы продолжаем. Полудневич 94. Надеюсь, это не объем ее талии. Галина Полудневич Божья, храни психику тех, кто воспринимает меня серьезно. Переможница шоу. Вид пацанки до понянки. И пацанка новая жизнь 2. То есть, скорее всего, это какой-то очень культурный и образованный человек, да? Леди. А ну як мы ему давайте покажем дружно? Я к сухарям, блядь. Да, я смотрю, с бабой Галей уже кто-то разобрался. Точку на рынке отмечает. Отмечает. Да, а дочку ее, бывшую наркоманку, пристыдила уже? Правильно, треба отмечать, садитесь. Лида. Ребята, обратите внимание, время 3 минуты 9. То есть, они уже наквецались, не дожидаясь позднего вечера. Ну да, завтра ж на базар. Очень сильно хочется на эту вечеринку, если честно. Очень. Димка, мы поедем? Ну, фраг нужно найти только. Ребят, это финалистский шоу «Пацанки. Новое життя». То есть, это новое життя, ребят. Я представляю, что какое было старое життя, знаешь, что происходило. Если мы гулять раз, я крушу. Я крушаю. Не, ну главное, чтобы не бывший наркоманка. Это, потому что, не дай Бог, батю спаивает, знаешь. Ребят, Кинки Рыткина, 15 тысяч подписчиков, рубрика «Ноу-нейм». Елена Рыткина, изучаю отношения с собой и миром, и пишу об этом. Провожу людей в мир чувственности и кинков. Что такое, Кинки? Без понятия. Консультирую про то, о чем нельзя говорить в инста. Елена Рыткина, у нас в инста говорят обо всем. Поехали. Что же, что же будет происходить? Что же будет происходить? Я не помню. Какие варианты? Не помню. Какие варианты? Представить. А делали мы вот такой вот слепок моей вульвы. Слепок. Слепок вульвы. Ребят, в дурнившоп скоро появятся новые товары. Слепок вульвы Лолы Тейлор. Слепок моей вульвы, который затем отольется в гипси силиконе. Честно говоря, в своей жизни я видел много. Честно признаться, я в своей жизни видел несколько вульв, но так, чтобы она выглядела, как будто ее покусали собаки бродячие. И еще ни разу не видел. И мы сделаем классные карамельки. А карамельки вы сделаете? Я смотрю, прям слюнка выделяется, знаешь. Не знаю даже с какой стороны бы я начал. И свечку. Откуда там фитилек будет торчать? Если честно, похоже, что жвачка в подъезде просто присохла к ступенькам. Пару лет назад. Да. Ребят, Лоли Тейлор удалили аккаунт, и она завела новый. Поэтому Лола Тейлор 2. Все, не переживай. Давай, пока. Смотрите, какую машинку сейчас куплю. Она сделала это. Что? Она сосала на Lexus. Прикольно, конечно. Вот так вот красненько. Классно, да? Лола, мы поздравляем тебя, надеюсь. И наша программа приложила хоть какую-то руку к твоему успеху. Она просторная, очень просторная. И очень много места. Места много в машине? Я не говорил? Вроде большая. Вместественно? Просторная. Свет хороший. Просторная. Сзади, смотрите, как красиво. Ну, очень-очень хорошая, достойная машина. А и люк-люк мне очень нравится. Смотрите. Классно, да? Люк видел? Прям крышу, да? Открывается. А там небо, да? Ну, что интересно. Можно руку высыпать вот так вот. Да ладно, я поехала, ты сейчас вырежусь. Буду потом. Да вы за***йтесь. Сказки мы на просе едут, я не понимаю. Это вопрос. Ребят, ну о чем? Ну, сосу, сосу, что не могу себе машину позволить. Вот, девочки. Учитесь. А то вы сосете всю жизнь бесплатно. И ездите потом на метро. Ой. Забудьте. То есть, ну, сосу, 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 сердце. Мне так нравится, как она сама подхихикивает. Ну, а что? Она как, я понял, Лола Тейлор мне напоминает Ельцина. Да, она тоже любит выпить. Да, она такая, ну, сосу, сосу. Сосу, 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 сердце. Вот, короче, я решила по***. Я у меня на сосу еще. Молодая пока. Делаем новые футболки, соси. Пока молодо. Короче, ребят, все, кто хочет меня вы***ть. Почему у Лолы нет этой отдельной странички, знаешь, для обращений, как у всех блогеров. Фак, Лола. Я выпускаю свою п***ю. Дам слепок своей п***ю. Видишь? Не карамельную. Ой-ой-ой, тише пельмени помешающиеся, и это самое про п***ю попозже. Такая настоящая хозяйка, правильно, Лола. Про п***ю попозже говоришь. Сначала готовка, потом п***а. Вау, ребят, лучше рекламы не придумаешь. Лола Тейлор в нашей футболочке. Ребят, такую футболку, либо вот такую, что? О, обожаю, это моя просто любимая. А кроме этого, еще куча других футболок, свитшотов, стикер-пак с вот такими вот стикерами, носки и кучу-кучу всего другого вы можете заказать в Дурневшоп, прямо в Инстаграме. Вы только посмотрите, как эта одежда смотрится на наших зрителях. Это же просто прекрасно. Преспект. Преспект. Ну и сегодня, как и всегда, мы разыгрываем любую футболку из Дурневшоп. Для того, чтобы принять участие в розыгрыше, нужно сделать несколько простых действий. Включите этот выпуск еще раз. Найдите самый понравившийся вам момент. Снимите его на камеру вашего телефона. Ну или сделайте захват экрана. Как ему проще. Выложите этот кусочек у себя в сторис. Отметьте меня. И, внимание, нужно отметить еще нашу страничку Дурневфан. Потому что многие из вас зачем-то отмечают Дурневшоп. И менеджер магазина сходит с ума потом. Не знает, что делать с этими фотографиями. Поэтому отмечайте меня и Дурневфан. И, кстати, хочу, пользуясь моментом, прорекламировать Дурневфан. Это очень прикольная страничка для тех, кому постоянно мало контента. Там выходят нарезки всяких старых видео. Из Дурнев плюс один. Из богини шопинга. Из новой богини шопинга. Из старой богини шопинга. Из каких-то шоу, в которых я принимал участие. Куча смешного контента. Он постоянно обновляется. А, из Пробудись. Ну, короче, просто зайдите и посмотрите, вам понравится. Если вы любите наш юмор. В общем, отметьте меня. Отметьте Дурневфан. Все, вы принимаете участие в розыгрыше любой футболки из Дурневшоп. Ну, а на этой неделе футболку получает автор вот этой вот стори. Что хочу сказать для подмышки? Действие ослабевает. Начинаю вонять уже. Начинаю потеть. Ребят, хорошей традицией стала давать специальный приз за самые оригинальные истории. На этой неделе футболку из Дурневшоп получает автор вот этой вот стори. Также мы проводим конкурс для тех, кто дает Джамалы и не пользуется инстаграмом. Ну, или для тех, кто не дает Джамалы и хочет участвовать сразу в двух конкурсах. В этом конкурсе условия еще проще. Нужно подписаться на наш канал или быть подписанным. Поставить закусинец вверх этому видео и оставить любой комментарий. Все, вы принимаете участие в розыгрыше любой футболки из Дурневшоп. А на этой неделе футболку получает автор вот этого вот комментария. Айхофманита Анна Михеева, 241 тысяча подписчиков. Всем хэллоу. Короче, я переспала с бывшим. Блин, дай бог здоровья этим девушкам, которым... Время-время. Да. И, типа, от злости, когда пришла домой, разбила все, что... Катя. Ну, типа, я разбила даже технику. То есть, конечно, умной эту девушку не назовешь. Думайте, вот она дура. Почему она это рассказывает каким-то людям левым? Ты знаешь, в нашей передаче люди рассказывают, когда у них месячные, как они покакали, какого цвета был кал, пописали они, описались ли они, где у них вырос прыщ. Поэтому то, что у тебя был секс с бывшим, ничего страшного. Блин, чуваки, что хочу, то я рассказываю. Посмотрите, блядь. Вы знаете, какие-то ебалки, а я ебалку, это вот эта хуйка. Ну, то есть, я представляю, бедная мама, которая, знаешь, там живет, она такая, просто, что случилось? Понимаете, да? Насколько мне было хуйка. Поправляйся поскорее, пожалуйста. И не надо крошить мебель в доме, ладно? Очень интересный аккаунт Intim Fitness. 28 тысяч подписчиков рубрика No Name. Татьяна Кожевникова, школа Вумфитнеса. Психология отношений, рекордсменка Гиннеса. Ребят, давайте разберем поподробнее. Во-первых, это школа Татьяны Кожевниковой. Да, там написано, это школа. То есть, в принципе, там можно научиться. Для тех, кто не понимает, что происходит, значит, она засунула в себя какой-то предмет, зажала его вагиной и теперь поднимает гантелю. Мне нравится эта легкая, непринужденная улыбка у нее на лице. Она показывает, как легко ей это дается. Ну, знаешь, как минимум, классно, когда на рынке купил больше продуктов, чем помещается в два пакета и третий, да. Там кефир такой окинул. Идешь себе. Девочки, кто так умеет? Напишите, пожалуйста, мне в директ. Мне скоро нужно будет переезд делать. Много тяжелого таскать. На щечки на Маргарита. А, на щеки. На щеки на Маргарита, 288 тысяч подписчиков, онлайн коуч. Мы хотим вам напомнить, что это женщина, которая похожа на Андрея Мартыенко и Илью Соболева. Я не знаю, кто бы что там ни говорил, но самое лучшее на свете это поссать. Я надеюсь, что она ведет не курсы женственности. Поссать, когда плещется прямо из глаз. Вот это настоящее счастье. Онлайн курсы по счастью. Пьем все воду. Пьем. Пьем. Никуда не выходим. Не выходим. Ты бежала, слава богу. Ребят, Алексей Потапенко, Риал Потап. 1,1 миллион подписчиков. Тот тоже решил немного счастья испытать, да? Ну, так как это происходит? Ну, ты достаешь как бы прибор. Нет, ты задумываешься, что ты задолго сниму стори, где подписать. И это всем так понравилось. Да, и буду снимать. Ребят, в общем, этот мир уже не спасти. Остается хохотать над этим всем и держаться вместе. Кстати, чтобы эффективнее держаться вместе, подписывайтесь на наш канал. Покажем этим миллионникам, что и на стороне здравого смысла есть сила. Закусенец вверх. Ребят, Сычевская. 532 тысячи подписчиков. Натали, талантливая личность. Новичок, кажется. Да. Я стоматолог, ёбки, в рот. Давай мне свой рот. Давай мне свой рот. Я стоматолог, ёбки, в рот. Он понимает вообще значение фразы, ёбки, в рот. Уважаемый стоматолог, хочется поинтересоваться. Вы вообще понимаете, что это означает? Ничего страшного, моему х**ю не холодно. А это всё ещё стоматолог? Срочно хочется, знаешь, чтобы он кариес проверил. Любятинка, вау, 2,8 миллионов подписчиков. Любятинка, Любовь Сидоркина. Сидоркина. А, Сидоркина. Победила широкую кость. Такое наказание для моего обжорки. Ну чё, приступим, давай не будем терять времени. Это же пипец больно, Люб. Давай, ты пипец больно. Лёш. Что? Это не прокладки. А что это? Открывай животик. Игорюш, мне не так-то легко делать всё одной рукой. Пожалей человека. Твою мать. Так, полосочка. Ой, не так туго. Бл***. Ухрен накормил для этого? А мы женщины всё время это терпим. Нет, нет. Готов? Нет, нет. Давай. Не, может... Ааа! Бл***. У меня с руки мокрые. Ну мы не отстаём от инстаграм-трендов. Дим. Ну давай попробуем. Ну Дим. Да разок. Нет. Да пузико, реально. Да какой... Да нет. Да ну. Ну Дима. Ну одну попробуем. Раз. Два. Ой, как хорошо. Смотри зато... Да нет, подожди. Вы меня уже уговаривали пробудись это делать. Я отказался. Так я не хочу. Мне больно. Это вообще не больно. Ну я не хочу. Дима написано, не больно. Ага. Вырываются у тебя с корнем волосы. Не вырываются. Они там вначале на эту налипляются. Да не придумывай. Ну зачем ты мне это говоришь? Да Дима. Ну я не хочу. Мне больно это даже представить. Придётся только страдающая сахарная диабет. Да при чём здесь можно или нельзя? Я не хочу этого делать. Попробуем. Вот, смотри. Одна тебе, одна мне. Нет. Смотри, смотри. Попробуем. Попробуем. Ну в смысле? Ну они идиоты. Ну ты мог какую-то колбасу принести или что? Ну что ты принёс? Ну какая гигиена? Ну серьёзно. Ну развок. Ну один раз. Это не больно. Ну в смысле не больно, но вырвет из меня волосы вот прямо. Они там не нужны. Это воск. Пчёлы сделали для тебя. Да понятно розовые пчёлы сделали прям. Теперь эту клеишь на животик. Одну мне давай. Вот сюда? Да, да, да. Хорошенько, хорошенько проглайд. Да. Вот так. Ещё. Только не показывай мой живот, я стесняюсь. Я квадратиками замажешься. И теперь резким движением. Раз, два. Подожди. Подожди, не считай. Раз, два, три. Ты дурак. Свои волосики? Да. Покажи животик. Блин, он теперь липкий. Гладенько. Твоя девушка зацени. Как будто ты не знаешь, что это моя девушка. Она же за полоску дёргала. Всё, закончили сторис. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok